Здравствуйте, дорогие друзья! Одним из самых распространенных запросов после различных обзоров и технических характеристик по поводу Apple Watch стал вопрос, зачем нужен этот умный гаджет от Apple? И вы знаете, он довольно закономерный, потому что существует достаточно большая аудитория, разочаровавшаяся в этих часах. Все дело в том, что они перед покупкой не посмотрели, зачем вообще нужны эти часы и на какую аудиторию они ориентированы. Дабы не допускать их ошибок и радоваться при покупке умного гаджета, я рекомендую посмотреть это видео. Оно будет полезным и информативным. Так что будет интересно, устраивайтесь поудобнее. Совершая покупки через интернет, обязательно пользуйтесь кэшбэком. Благодаря надежному и проверенному сервису Megabonus вы сможете возвращать до 40% от стоимости покупки. Работает он более чем в 300 магазинах. Разумеется присутствует удобное расширение для браузера, которое позволяет даже отслеживать посылки. Устанавливается оно в один клик. Вывести деньги можно любым удобным способом. В качестве разнаграждения Megabonus дарит до 50% от кэшбэка приглашенных друзей. При этом у друзей кэшбэк не уменьшается. Нужную ссылку я оставил в описании. Как ни странно, в первую очередь Apple Watch это умные многофункциональные но часы. Блин, как-то грустно в начале видео рассказывать о том, что часы выполняют функцию часов. До приобретения Apple Watch третьего поколения, обзор которого уже есть на канале и ты его обязательно должен посмотреть, у меня было двое механических часов. Одни для работы, а вторые для повседневной носки за пределами довольно тяжелого производства. И те и другие часы я носил ровно до порога квартиры, а затем снимал их. С Apple Watch все по-другому. Вы будете носить их даже дома, может быть даже мыться с ними и скорее всего даже спать, потому как умные функции будут позволять не только анализировать сон, но и хорошо просыпаться. Но об этом немножко позже. Крутость этих часов заключается в том, что они многофункциональны, как внешне, так и внутренне. Внешне многофункциональность заключается в том, что этот гаджет заменит все ваши имеющиеся часы. Здесь есть свобода выбора и кастомизации. Хочешь, докупил внешний кейс. Получился спортивный гаджет или довольно защищенное устройство, с которым можно легко ходить на работу. Хочешь, снял его и получился элегантный гаджет. Купил один ремешок, часы идеальные для спорта. Купил второй, с часами не стыдно выйти в город или на солидные мероприятия в костюме. О некоторых удачных аксессуарах подобного рода я расскажу в следующей распаковке. Apple Watch имеют множество циферблатов и вариантов их кастомизации, но вопреки всему этому обилию толковых вариантов достаточно мало. Это я вас сразу настраиваю на реальное положение дел. Удобно то, что между ними можно очень быстро переключаться в зависимости от ситуации. Тут разумеется имеются очень удобные таймер, секундомер и будильник, управлять которыми одно удовольствие. Это вам не кнопочки тискать на механике, там нужна и сноровка и время, а тут все происходит мгновенно. А еще это качественные часы для прикроватной тумбочки. Когда они находятся на зарядке, просто коснитесь корпуса, как Apple Watch покажут время приятными зелеными цифрами. Если поставить функцию часов на нулевую строчку как функцию по умолчанию, то первое зачем предназначенный Apple Watch станет спорт. Об этом наглядно говорит заглавная страница Apple в соответствующем разделе. Тренировки, куча датчиков вроде GPS, барометра, акселерометра, пульсометра для активных видов спорта, защита от влаги для заплывов, умный трекер активности. Спорт, спорт и еще раз спорт. Действительно, стоит относиться к своему телу с умом. А с Apple Watch это делать куда проще. Гаджет здорово мотивирует. Дальше уведомления и звонки. С этим пунктом в принципе все понятно. Apple Watch дублирует все те сообщения и уведомления, которые приходят на iPhone. Практически все. WhatsApp, например, по-моему не дублирует. И это невероятно удобно, потому как вам по всяким пустякам нет необходимости больше доставать iPhone из кармана или бежать в другой конец квартиры, чтобы посмотреть, что же там такое пришло. Посмотрели на часы. Если это какая-то второстепенная задача, то его можно отложить на потом. Если нужен быстрый, но короткий ответ, пожалуйста, нажали и ответили из заранее заготовленных сообщений. Или сделали это голосом, потому что функция распознавания работает достаточно точно. Ну, если вы находитесь не в шумном месте. Ну, или если сообщение требует довольно внушительного ответа, то уже тогда подошли к смартфону, ну или компьютеру. Вот она, экосистема Apple. А вот функцию звонков я недооценил. Конечно, пугать прохожих и выставлять себя в странном виде, разговаривая по часам словно шпион, не стоит. Но вот ответить на вызов, когда у вас заняты руки, будь то вы моете в перчатках посуду, убираете квартиру или ремонтируете автомобиль, это божественно. И я этим постоянно пользуюсь. Для остальных случаев есть беспроводные гарнитуры со встроенным микрофоном, ну или придется уже доставать смартфон. Но все равно функция однозначно стоящая. По поводу приобретения Apple Watch 3 с LTE модулем я также рассказывал в нашем полноформатном обзоре. Часы имеют очень четкий микрофон и довольно громкий динамик. Особенно это я ощутил на пробежках. Я думал, они будут более тихими. Но отрегулировав громкость, бежать и узнавать информацию по поводу того, сколько ты пробежал, сколько еще нужно пробежать, какой держать темп, очень удобно. Дальше идут сторонние приложения, потому как Apple Watch это умный гаджет, выполняющий часть функций, предназначенных для смартфона. И в них можно и нужно закачивать сторонние программы от других разработчиков, потому как все то, что идет из коробки, вряд ли сможет покрыть все ваши потребности. Невероятно удобно отмечать выполненные задачи и добавлять новое. Приложения анализируют сон и позволяют просыпаться бодро даже при его небольшом количестве. Отметки о выбитой жидкости, конверсия валюты, калькулятор и многие другие программы помогут вам в повседневе. Ну и конечно же Apple Watch могут выполнять шпионские функции. Например, помогают студентам либо школьникам списывать с фотографии какую-либо информацию. Ну или помогают дистанционно управлять камерой смартфона. Давайте подведем итоги. Apple Watch это достаточно крутое, умное устройство, которое не заменит вам смартфон, но позволит меньше к нему обращаться. Apple Watch это часы, спорт, уведомления и звонки, помощники, хорошая напоминалка. О том, как вы используете Apple Watch, обязательно напишите в комментариях. Будет интересно почитать как мне, так и другим людям, которые еще не приобрели этот гаджет. И пожалуйста, не возлагайте на Apple Watch какие-то экстра возможности. Это хорошие часы с ориентацией на спорт и уведомления. И некоторыми вкусными дополнительными плюшками. Но в первую очередь это часы. Они предназначены для того, чтобы удобно смотреть время. На этом все. Буду надеяться, что вам понравился этот видеоролик и вы не зря потратили свое время. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь, ставьте колокольчик и выполняйте прочие ритуалы YouTube. Тем самым помогая блогерам. Блин, ненавижу это название. Вот сценарист, оператор, режиссер монтажа. Колька пафоса. Хобби. Хобби у меня такое. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.